Рукотворная экологическая катастрофа на Волге. Рыбаки утверждают, что виноват во всем танкер, который сбросил балласт с нефтепродуктами. Вот просто взял и прямо в Волгу опустошил свои трюмы, где находились предположительно вода, смешанная с остатками нефтепродуктов. Результат налицо. На протяжении нескольких километров вода и берег усыпаны тушками погибшей рыбы. Окунь. Я сейчас зайду в воду, покажу. Смотрите, просто она ничего не кричитала в берегу. Вот я соберу. Конечно, не из-за приятных, но все же надо, вот смотрите, очень-очень много. Смотрите, сколько там, и вот все. На воде очень много таких белых пятен, и это все усеяно в рыбе. И вот на протяжении всей береговой зоны все усыпано. Запах тут неумоверный, рыба уже разлагается. Пахнет прямо духлятином. Смотрите, на квадратный метр здесь, наверное, голов 20, да? А на протяжении всего береговой зоны тут, ну, сколько? Тысячи? Две тысячи? Десять тысяч? Такая даже щучка попала. Смотрите, у нее во рту остался малек. Видно, ее достало в самом процессе питания. Она не успела проглотить, ее что-то погубило. Потому что неизвестно, сколько еще рыбы уплывало ниже по течению, которого мы не видим. Им так же, может, чайки унесли. Местные рыбаки говорят, что это случилось буквально на днях. Раки выползали прямо на берег. Там их, я не знаю, сколько их было. Подошел вот такой танкер. Видите, слив? Вот они сливают балласт. Буквально через полчаса, как он подошел, начал сбрасывать балласт. Рыба стала выпрыгивать прямо на берег. Вот, видео я снимал. Это вот такое количество, да? Вот, вот, это что было. Это вот буквально, это я снимал, ну, после полутора часов, как это все случилось. Представляешь? То, что мы сейчас видим, это унесло... Это вы вообще ничего не видите. Я не специалист, но я думаю, что, может быть, морскую воду скинули. С чем-нибудь. С какой-нибудь. Может, химия какая была, еще что-то. Ну, просто так не будет же рыбы выпрыгивать. Все это ушло вниз по реке. Результаты были не только здесь, плачевные, к сожалению. Ну, п***ь, п***ь. Больше ничего не скажешь. Ничего. Просто так вот. Вот в этом году мы радовались, что столько было малька. Вообще, х***ь. Малька, вот он прям вот... Вот встаешь в воду, а он тебя щиплет. Малек. За ноги щиплет. Знаешь? Прям, ну... А тут вообще ни х***ь. Это же не испаряется, само собой. То есть любой нефтепродукт или что-то... Соленая вода, неважно, какие-то химикаты или что-то... Грязь, она, ну, сама по себе не уходит. Она где-то оседает над ней. Соответственно, если ниже по течению ушло в какой-то залив, вот как здесь, допустим, это все оседает, соответственно, в этом месте рыба не водится. Нас здесь гоняют за 200 метров. То, что мы встаем на машинах, рыбачим здесь. Вон инвалиды. Вот. Рыбачивают, все. Вот. За 200 метров нас здесь наказывают. За три рыбки поймал. Судачка поймал. 39,9. Иди сюда на 3,5 тысячи. А вот такая х***ь. Благодаря тому, что номер танкера на фотографиях, сделанных рыбаками рядом с деревней Великий Враг прекрасно различим, мы нашли этот танкер. В данный момент он уже в тысячах километрах от Нижегородской области. Идет где-то в районе Самары. Связаться с ним и задать вопросы капитану мы не смогли. Но, как мы выяснили, этот танкер приписан к порту Санкт-Петербурга, но относится к Волжскому речному пароходству. Занимается перевозкой нефтепродуктов. В Волжском речном пароходстве утверждают, что никакого сброса в Волгу не было. В нештатных ситуаций не произошло. Сброса нефтепродуктов с нашего судна также не производилось. Также хочется отметить, что любое загрязнение окружающей среды, любой сброс является в нештатной ситуации, о которой сразу же становится информированы все соответствующие органы, включая администрацию бассейна. У нас никакой информации о нештатных ситуациях с нашего фото нет. Кстати, рыбаки, которые утверждают, что слив видели и даже фотографировали, на место вызывали сотрудников полиции. Однако сегодня в ГУД Нижегородской области нам сообщили, что расследование подобных дел лежит вне их компетенции. Запросы с имеющимися у нас данными мы разослали и в иные органы, Росприроднадзор, Природоохранная прокуратура, МЧС, но нигде комментариев предоставить нам не смогли.